Приветствую вас, вы знаете, я прочитал ваши вопросы, прочитал другие вопросы, которые вы задавали на этом ресурсе ранее, вот, и вы знаете, я думаю, что дело здесь не в том, верить вам или не верить человеку, верить вам или не верить мужчине. Дело здесь в том, что у вас просто занятины самозынки, и у вас есть явные проблемы с личными границами, это вот то, что я вижу. Видите ли, никто просто так не становится супругом зависимого человека. Никто просто так не терпит крики, мат, неуважение к себе и так далее, никто просто так этого не терпит. То есть это вот, это то, что нужно понять вам в первую очередь. Никто просто так этого не терпит. Поэтому тот факт, что вы это терпели, да, и терпели довольно долго, говорит о том, что у вас есть определенные условия для этого. Как правило, эти условия представляют из себя заниженную самооценку. Как правило, эти условия представляют из себя страх одиночества. Вот. Как правило, эти условия представляют из себя недостаток собственной значимости, то есть вы не чувствуете себя значимой. Вот. И как правило, вы, как правило, человек, ну скажем так, да, человек не принимает себя до конца, вот, таким, какой он есть. То есть это вот одна из проблем, это одна из проблем, одна из трудных трудностей, которые лично у вас могут быть вообще. Известные случаи, когда человеком двигал определенный мазохизм. То есть вы не воспринимаете по-другому, вот, любовь, да, то есть, ну, не чувствуете любовь, когда вас, например, на вас, когда на вас не кричат, допустим. Вот. Вот. Вы не воспринимаете любовь, когда все спокойно, когда все хорошо. Вот. В глубине души вы не верите, возможно, таким отношениям. Вот. Понимаете? И это, на самом деле, идет из детства. То есть мне представляется такое, знаете, я немного, немного напуганный, неуверенный в себе ребенок, который привык к тому, что на него кричат, что его не уважают, что его оскорбляют, принижают. И так далее. Вот. У нас в тексте есть, ну, есть история, да, о том, что, вот, вы начали жить с мужчиной, у которого нет своих детей, который, там, превозносит, грубо говоря, да, свою девушку. Ну, вот, бывшую, а то, что вы, и говорит, что вы и ваши дети, да, плохие. Вот. И вы это терпите, вы это воспринимаете, это спокойно. Ну, понятно, что не спокойно, понятно, что вам не нравится это. Вот. Но история здесь, она немножко в другом. История здесь, она именно в том, что не считать, что это нормально одно, а делать что-то для того, чтобы этого не было. Другое. Да? Вот. А вы говорите, что, значит, дети слышали мат, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Для вас это еще один повод себя обвинить. Вообще, вот, вы привычно себя чувствуете, как мне видится, когда вас обвиняют. Или когда вы себя обвиняете сами. Вот. Вы себя чувствуете привычно. И основной момент в том, что вот, чтобы вот этот шаблон, именно этот шаблон, чтобы его разорвать, чтобы его, чтобы выйти вам из него, из этого шаблона. Потому что именно он, этот шаблон, вам мешает. Вот. Он вам не позволяет, как бы, жить счастливо. Вот. По жизни. Понимаете? Ваш мужчина, он, это уже дело второе. Это уже, это уже дело, дело собственного. Знаете? То есть, как бы, если вы не будете работать над собой, то, ну, не будет этого товарища. Да, будет другой какой-нибудь мужчина, да? Который будет относиться к вам так же. Если будет другой, то есть, ну, будет хороший, например. Будет хороший человек, который, вот, ну, воспримет вас адекватно. То в этом, в этом случае у вас могут с ним начаться проблемы. Вот. Вы подумайте сами, как вы выстраиваете отношения с людьми. Вот. Подумайте сами, по поводу чего вы выстраиваете отношения с людьми. Подумайте, как это у вас происходит. Вот. Прежде всего. Что можно людям, ну, по отношению к вам, да? Вот. Чего нельзя людям по отношению к вам? Опять же. Как вы защищаете, ну, защищаете свои личные границы. Вот. Понимаете? Какая история. Вот это важно. Это важно. Вот. И вы спрашиваете, да, что делать. Поверить ему, или он не изменится. А что указывать на то, что он изменится? А почему вы хотите, чтобы он изменился? Ну, то есть, вот лично вы конкретно, почему хотите, чтобы он изменился? Вот. Вот вам, самой, да, это зачем? Вы считаете, что после всего того, что он делал, он внезапно вас полюбил, или что? Или вы считаете, что он внезапно изменился? Нет. Это так не работает. То есть, человек не может измениться внезапно. Это работа. Это работа. Это работа. Это работа длительная. Вот. Понимаете? То есть, мужчина может признать проблему. Да, может признать проблему, и может начать что-то делать. То есть, я имею ввиду, что он может начать лечиться. Например, может обратиться к наркологу, к психотерапевту. Вот. И, соответственно, уже, исходя, ну, соответственно, уже, используя этих специалистов, да, начать в своей жизни что-то менять. Вот. Понимаете? Но не использовать вас. То есть, ответьте себе на вопрос. Реальные изменения со стороны мужчины есть? Даже если реальные изменения со стороны мужчины есть, это совсем не означает того факта, да, что, грубо говоря, он изменился. Вот. Нужно время. Нужно время. Нужно время. Нужно время и последовательность для этого, чтобы он изменился. А вам в это время нужно жить. Вам в это время нужно жить. Вам в это время нужно жить. Самой. И работать над собой. То есть, использовать. Вот. Это время. Использовать эти ресурсы для того, чтобы работать над собой. Вот. Других вариантов, по сути, у вас нет. В смысле, я вот вижу, да, что у вас явно проблемы с этим. Понимаете? И что бы вы ни делали, да, сейчас, как бы не рационально за ваши отношения, но до решения проблем ваших собственных конфликтов, да, вот, ситуация не изменится. Понимаете? Что это будет лишь просто, как бы, обман себя. Это будет, ну, будет иллюзия просто. Вот. Вот так вот. Вот так вот вам можно ответить на ваш вопрос. Я понимаю, конечно, понимаю, что вам, возможно, хотелось бы просто ответ на вопрос, так, а он изменится или нет. Но, еще раз повторяю, на этот вопрос вы можете получить ответ, в принципе, у любого человека. Вот. То есть, вы можете получить этот ответ у своих друзей, у своих подруг, вот, у своих родных. А этот психолог здесь, он вам не нужен, не нужен, для этого, чтобы, ну, чтобы на такой вопрос ответить, конкретно. Да? Вот. Понимаете? Поэтому, я рекомендую вам смотреть глубже. Что вас привело к этому мужчине? Как вы, ну, как вы пришли к нему? Как вы стали с ним в отношениях? Как вы нашли с ним в отношениях? Вот. Давайте. Вот это то, что нужно разобрать в первую очередь. А дальше уже будет видно. Я уверен, что, освободившись от своих конфликтов, освободившись от своих противоречий, вы, вы сможете решать самостоятельно, ну, значит, что вам делать дальше? Что и как вам делать дальше? Вот. Потому что это решение вам нужно принять самой. По поводу того, будут у вас отношения, ну, в дальнейшем, или нет. Это решение вам нужно принять самой. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.